Поясница. Отлично, поясница. Да, прикольно такое. Боль. Прикольная боль? Да, прикольно, потому что она переходит с левой части вправо, слева вправо. Я как бы по... Ну ты там открещиваешь, что это не твой метод. Я даже, когда иду по городу, то есть я как бы все время... То есть я стала каждые полчаса спрашивать, дорогой монетатический ум, что нужно. То есть я уже, как сейчас сказать, мне уже достало, я уже ничего, я уже где-то месяц-два, может быть. Нет, ну больше месяца, неважно. Я уже не... Я не ковыряюсь, Паша, уже в этом во всем негативе. Я только оппозитив... То есть уже... Достаточно. Да, и наф, и ногах их. И ногах. Да. И я... Ну, понимаешь, ну... Ну, поняла, поясница, финансы, правая сторона... Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот смотри, смотри. Вот ты мне сейчас говоришь общие словечки какие-то. Не факт, что они про тебя. Но давай по ключице там или по какому-нибудь точке. Ты обращалась к доктору по поводу этой штуки? По поводу своей поясницы? Да. Ну да, как бы я там делаю снимки, но это уже продолжается много лет. Он мне говорил, ну вы понимаете. Ну да, там у вас типа какой-то... Да, я ездила там, вставляли мне на место позвонки. Он мне сказал, у вас там ничего такого нету. Типа у людей есть гораздо там больше, допустим, какие-то изменения. И у них нет таких болей типа как у вас. Но уже холодно. Понял. Хорошо. Это мне очень полезно всегда задавать этот вопрос. Типа как человек, который обучает техники про телесные, должен всегда сказать, что все практики таппинга. Как только речь заходит о какой-то телесной штуке, первый вопрос задают, а ты доктор вообще? Что доктор сказал? Это нам позволяет, во-первых, сразу дает нам кучу событий, которых мы можем сделать, базовую технику. Потому что вот разговор с доктором или что-то еще такое, или ты диагностировалась, или ты узнала свой диагноз, или операция, или что-нибудь. Это уже базовое. Ты сейчас говоришь, я как бы вспомнила, что на самом деле это пик был вот такого. Это был 2005, наверное, год, когда это просто был ад с поясницей вдруг внезапно. И я тогда делала томограмму, очень сильно обследовалась, и половина врачей говорили, что там есть у тебя проблема, а другие говорили, что нет. Короче, я это долго лечила, потому что я как бы задавала этот вопрос, когда это началось. Я много что делала, то есть я там и вытягивала ее, и всякие процедуры, и массажи, и так далее. Потом началось там тельдзе, йога, и все равно эта боль не уходила, не уходила, пока не пришла, как сказать себе, радость большая в жизнь. То есть я начала, я вот поступила на актерский, стала с ней, то есть, ну, в общем, вот тогда это прошло. И вот с тех пор много лет этого не было, и вот сейчас оно опять началось, и опять началось. И я тоже, я все делаю, занимаюсь. То есть, ну, она уходит, приходит, уходит, приходит. Я понимаю, что это связано с тоской какой-то очень, ну, как я так думаю. С тоской связано, да? Потому что на что бы и не выходила, все это тоска, вот. Ну, видишь, как ты говоришь, там, классические вещи, что это финансы, это мужчины, это, то есть, поясница, что там. Ну, это нам подсказочки, возможно, подсказочки. А, кстати. А, кстати, знаешь, что я заметила? Когда вот ты, мы где-то, наверное, в прошлом месяце, когда что-то простукивали деньги, вот у меня на следующий день так схватило это просто караул. Вчера я тоже, я, короче, поднялась, поднялся этот вопрос опять денег. И опять у меня утром, то есть, как бы мне было очень больно, потому что я проделала очень большую работу позавчера, очень большую, очень огромную, именно психологическую, физическую, в плане, ну, на съемках я была. И как бы, то есть, я не получила удовлетворение обратно, то есть, я так и не поняла, что это будет. Мне заплатят, мне заплатят. И я пришла домой, мне такое, знаешь, состояние такое, какое-то гадкое. То есть, у меня во мне такая возникла мысль, что, как бы, я постоянно, как сказать, больше, наверное, как даю людям. И я стала это простукивать, думаю, ну, окей, может быть, я должна кому-то в прошлых жизнях. То есть, я как бы решила закрыть. Ну, короче, с деньгами, вот когда начинаем простукивать деньги, начинают потом поясницы болеть. Хорошо. Я тебе могу сказать. Да, по поводу, я пытаюсь показать, как делается эта техника на твоем примере, но абсолютно, чтобы потом всем было понятно, какая структура. То есть, по поводу твоей боли в пояснице, мы можем простукивать разные события прошлого, там, будущего, тра-та-та. Но в любом случае, что мы тестируем? Протестировать насчет физической боли в теле можно только сейчас. То есть, насколько сейчас у тебя есть эта боль? Вот прямо сейчас. На пять. Да, если эфир вырубится, если что-то произойдет дальше. А в любом случае, вот я сейчас на пять, да, в конце, по-хорошему, я тоже должен спросить, а теперь на сколько? И опять ты измеряешь сейчас, да, какая боль. И проработка физической боли в классическом таппинге, это вот, ну, ты как бы что-то делаешь, потом что-то делаешь, и в любом случае, когда ты проверяешь, все, что ты можешь спросить человеку, у которого это боль или проблема, насколько это сейчас интенсивно, да, вот ты сейчас сказал опять. И постепенно эта интенсивность может спадать от того, что мы прорабатываем какие-то связанные с этим эмоциональные штуки. И вот давай начнем, собственно, да, с погони за болью. Сейчас пять. Может, потом в конце мне напомнят, или ты напомнишь, или ты мне сама скажешь. Хотя есть этап, ты скажешь. Боль в пояснице, как ты это назовешь? Хотя есть эта странная боль в пояснице, тянущая и пугающая меня, потому что я думаю, что это, может быть, почки болят, и что-то случится страшное, начнется приступ, у меня куда-то повезут, и я сдохну вообще от боли. Хорошо, я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. То есть есть какая-то тянущая боль, которая связана с почками как-то? Хотя есть какая-то тянущая боль, которая связана, может быть, с почками, может быть, я не знаю даже с чем, а может быть, с позвоночником. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Хотя есть эта тянущая боль, связанная с почками, какая-то страшная, да? Или что-то, как бы ты называешь? Да, что-то я тебе стала тихо слышать. Так, ну у меня все нормально. Чат, чатик, скажите, поменялся звук у меня, поменялся ли у Алины, что поменялось? Я тебя слышу, но как бы очень тихо, при том, что я ничего не делала. Ну, ладно, давай так. Сейчас чат скажет нам. О, Алина нарисовалась другая. Напишите, как звук. Хороший. Хотя есть эта тра-та-та боль. Хотя есть эта пугающая меня боль. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Пишут, что звук хороший у обоих, что все нормально. Ты, алло, алло. Все, сейчас хорошо тебя слышу. Ну, давай. Это тянущая боль, да? Боль. Это тянущая, пугающая меня боль. Пугающая меня боль. Хорошо. Тянущая, пугающая меня боль. Тянущая, пугающая. Это тянущая, пугающая меня боль справа. Справа в пояснице. Справа в пояснице. То справа, то слева. А, то, что сейчас, да, Паша? Если сейчас справа, то я говорю справа, да? Ну, да, когда мы говорим про ощущения, ты говоришь только, вот какое оно сейчас у тебя. Вот именно в данном, хорошо, да. Ну, в принципе, можно простучать какое-то событие конкретное, которое тебе вспоминается, связанное с этой болью, когда там сильно заболел или ещё что-то. Это тоже хорошо бы сделать. Но мы какое-то событие... В итоге всё равно придём простукивать какое-то событие, на которое твоё внимание пойдёт. Ну, хорошо, это... Что? Как скажешь. Мы не торопимся. Мы пока делаем просто погоню за болью. Это боль где-то справа. Каких размеров, какого, может, цвета, формы? Она такая, знаешь, как сжимающая, скручивающая, как в трубочку, скажем так, в такую трубку, размером там 10 сантиметров, диаметром. Угу. Хорошо. Как будто серая стальная трубка. Такая вот серая стальная. Такая серая стальная трубка. Хорошо. Вся эта серая стальная трубка. Вся эта серая стальная трубка. Справа. Ага. В пояснице или в почке. В правом боку. Можно говорить в правом боку? Вот. В правом боку. Говори все слова, какие тебе подходят. Ты говоришь свои слова. В правом боку. Хорошо. Это стальная серая трубка в правом боку. Это стальная серая трубка в правом боку. Может быть, что-то меняется у нее? Да. Да. Ну, если ничего не меняется, ну, хорошо. Просто это серая стальная трубка. А какая интенсивность у нее сейчас? Интенсивность чего, Паш? Ну, вот этого ощущения. Ну, она как будто больше 5-7 такая, знаешь. Ну, потому что мне пришла в голову одна мысль, которую я даже не... Ты можешь мне озвучить? Я не хочу ее сказать, потому что это сегодня, когда я шла по городу, как бы я же... Ну, ты же говорил, что ты вот простукивал даже и мысленно там, да? Конечно, да. То есть я... Все равно работает. Даже когда ты... Потому что когда ты стоишь в городе, идешь, и куча миллион людей, то есть я уже стала это делать мысленно, то есть я не... И когда я стояла на остановке сегодня, схватила эта боль опять сильно, и я спросила, дорогой мой энергетический ум, скажи, пожалуйста, что прямо сейчас нужно моей пояснице? Так. И он мне ответил... Простить... Не хочу дальше говорить. Хорошо. Как это можно назвать по-другому, Паш? Когда я... То есть я сразу просто... И вот сейчас я это вспомнил, когда мы стали простукивать опять... Хорошо. Смотри, это событие... Как ты назовешь это событие? Я бы назвал остановка, да? Сегодня на остановке или как бы... Ну да, хорошо. Остановка. Остановка. Может, если тебе подходят какие-то другие слова, то можно как-то по-другому назвать. Событие. Можно назвать слово «прощение»? Прощение. Нет. Слишком обобщенно я не... Ну, как-то... Ты как бы не говоришь о том, что это конкретное какое-то событие. Вот остановка — конкретное событие. А прощение? Это твое... Нет, потому что... Внимание твое. Смотри, когда просто мне было... То есть, как бы мне ответил энергетический ум простить всех конкретно, да? Кого? Да. И в этот момент, то есть, у меня прямо всё жалостно, захотелось плакать. Чего ты смеешься? Ну, ты можешь говорить любым словом, но просто я должен быть уверен, что ты конкретное событие называешь. Хорошо. Хотя есть эта история про прощение. Что? Пусть будет остановка. Окей. Пусть будет остановка. Прощение. Хорошо. Хотя есть вся эта ситуация прощения. Ну, ты знаешь, мне так проще как-то. Ну, это правда. Хорошо. Какая интенсивность в этой ситуации? В этой ситуации... Сейчас, блин... Нет, не сейчас, там. В той ситуации. Вот ты находишься здесь в себе... Там было на восемь. На восемь-девять. Хотя есть эта ситуация прощения. Хотя есть эта ситуация прощения. Я всё равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я всё равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Хотя есть эта ситуация прощения. Хотя есть эта ситуация прощения. Я всё равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я всё равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Да, давай по макушечке. Это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Начало крови. Это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Алина пишет. Моё сегодняшнее событие тоже называется остановка, которую я сегодня остановил. Отлично. Моя ситуация прощения. Видишь, как мы с тобой? Словако почему-то они одни и те же. Да. Это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Только глаза не закрывай. Будь здесь. Будь с нами. Ты с нами. Это ситуация прощения. Что, что, что? Я с тобой. Ок. Следующая точечка. Это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Подругой, это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Так, на сколько интенсивная там эта ситуация? Какая там интенсивность? На восемь. Хорошо, это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Это ситуация прощения. Какая там интенсивность в этой ситуации? Там тогда? Там тогда. На восемь, Паша. Хорошо. Это ситуация прощения. Это ситуация прощения. А само слово прощение для тебя является чем-то тяжёлым, чем-то негативным или чем-то ресурсным? Нет, просто скажем, тех, кого мне нужно простить. То есть ты сейчас скажешь, что это обобщённо. Нет, я скажу, что нам нужно наоборот. Немножечко отойти в сторонку, и слово «остановка» суперклассное, нейтральное, ни к чему не обязывает. А то, что ты там сказала прощение, это уже как бы толкает в тебе твоё мышление в определённом направлении. давай назовём «остановка». Хорошо. Остановка. Это ситуация-остановка. Ситуация-остановка. Под рукой. Это ситуация-остановка. Это ситуация-остановка. Это ситуация-остановка. Это ситуация-остановка. Это ситуация-остановка. Да, ситуация на остановке. Это ситуация на остановке. Какая там интенсивность в этой ситуации? Ну, сейчас... Такая тяжесть. 7-5. Давай, на остановке. 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 До остановки. на остановке ситуация на остановке эта ситуация на остановке эта ситуация на остановке та ситуация на остановке какая интенсивность мне хочется сказать 2 но у меня как у меня сейчас как бы там зажим такой в теле то есть мне очень некомфорт и тут вот в груди мне хочется освобождения от этой ситуации вообще от этого от зажима блок как будто бы сжимать что-то в теле в жизни сжимает хочется освободиться от этого сжатия когда тебе хотелось это та же самая ситуация у которой интенсивность 2 или от какой-то другой ситуаций ну наверно она связана с ней может быть я так думаю как ты назовешь эту связанную ситуацию нейтральным словом да нейтральным словом да нейтральным словом ну ты сможешь сначала сказать то слово которое тебе напрашивается потом я скажу нет давай нейтрально и мы потом найдем нейтральный потому что всегда когда я говорю каким словом ты назовешь ситуацию в первую очередь человек скажет что-то что не подходит освобождение это ситуация такая ты назовешь ее освобождение да ситуация это сейчас я тебе скажу ситуация но если я скажу сжать а ты опять блин скажешь оно не нейтральное да правильно так тут ваша под рукой достаточно по коже простукивать или чуть сильнее до мяса не знаю что ты называешь сильнее до мяса если ты собираешься долбить себя или сдирать себе кожу я не сильно понимаю что это значит мы все простукивать легко энергетическими пальцами по энергетическим точкам как бы вот как бы ты простукивала своим энергетически энергетической рукой по своему энергетическому телу вот так и простукивать не надо мучить свое свое свои телеса свои мышцы и свою кожу так мы можем пойти если тебе сильно туда что-то ты не сильно туда как-то тебе идется я давай эту ситуацию повторение опять не нейтрально ну как бы а давай как кстати твое ощущение в почках сейчас ну так как бы от 0 до 10 0 до 10 я бы сказала на 5 равно на 5 хорошо итак как ты там назовешь эту ситуацию повторение а когда случилось повторение когда случилось повторение ну пусть будет месяц назад хорошо хотя если ситуация повторение месяц назад какая там интенсивность ну паша какой-то хитрый а блин ну смысле умный какая там сейчас ну блин я работала с той ситуацией сейчас паш да вот просто и так на вскидку не надо туда погружаться просто на 7 я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью я все равно люблю себя и принимаю глубоко и полностью хотя есть эта ситуация повторение месяц назад Хотя есть эта ситуация повторения месяц назад. Все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Хотя есть эта ситуация повторения месяц назад. Хотя есть эта ситуация повторения месяц назад. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Повторение месяц назад. Это ситуация повторения месяц назад. Что это за привычка терпеть дискомфорт? Что это за привычка дебильная? О, отлично, отлично, отлично. Мне уже так и хочется тебя спросить, а когда ты терпела дискомфорт? Но я пока тебя не спрошу. Но я это как бы мог бы взять на карандашик, потому что это напрямую связано с твоей поясницей. Прямо сейчас. Можно я выйду, Паша, на одну минуту? Блин. Выходи, конечно. А я пока с чатиком пообщаюсь. Давай. Я надеюсь, я очень понятно озвучиваю мысли, структуру. Что мы делаем, чтобы всем было понятно, что мы делаем. Чтобы вообще просто было понятно. А как мне простукивать мою боль или мою какую-то штуку? Потому что иной раз люди пишут, а каким таким одним словом? А какую мне фразу простукивать, чтобы у меня там что-то исцелилось? Или напишите для меня этот скрипт. Я не знаю тебя. Мне надо задавать вопросы все время. И самое главное в этой работе — это остановиться на чем-то на одном слове. И его долго простукивать. То есть одну ситуацию, одну эмоцию пока не простучишь. А как бы заблуждение у людей может быть, что, во-первых, я сразу могу тебе написать скрипт. И второе, что надо его как можно быстрее пробежать. Вот наоборот. Мы медленно, мы останавливаемся на каждом пункте, пока все не простучим. И мы не знаем, что там именно у этого конкретного человека. Что, о чем именно у него там болит его челюсть или поясница. Как бы все эти книжки по психосоматике, они только подсказываются. Примерно направляют. Хотя если просто с человеком начать общаться, его слова, которым он начнет описывать свою проблему, они еще лучше скажут, еще лучше подскажут, чем какие-то там книжки по психосоматике. Ну что ж. У нас была ситуация, повторение месяц назад. Какая интенсивность в ней, в этой ситуации? Пять. Хотя есть эта ситуация, повторение месяц назад. Хотя есть эта ситуация, повторение месяц назад. Все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. повторение месяц назад 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 блин чтоб ходить в конце мая в сибирском свитере это нормально хорошо повторение месяц назад что-то что что ощущение что не дежавю какой-то что ты снова в эфире у меня в инстаграме я думаю всех тут дежавю а может быть это хорошо повторение месяц назад повторение месяц назад какая интенсивность в этой истории сейчас вот там там в этой истории я понимаю что там интенсивность там какая она сейчас стала на 8 почему-то это называется раскапсулирование когда со временем интенсивность растет там то что там было где-то запрятано начинает выходить на осознавание и мы продолжаем все равно простукивать повторение месяц назад повторение месяц назад на 8 не будем говорить как-то раньше ладно все это что что я только не вытворял ты знаешь да паша я много что знаю но я молчу лучше я промолчу даже то что сегодня было например и видела ночью ну и что об этом говорить ну смысле что я выйду в эфир я имею ввиду приснилось все это повторение месяц назад на 8 на 8 я хочу сказать 8 все это повторение повторение месяц назад на 8 на 8 под рукой все это повторение месяц назад на 8 а насколько это конкретная история она укладывается в 10 минут а у нас здесь не досталось нет я говорю история повторение месяц назад укладывается ли в 10 минут конечно хорошо так уточнил на всякий случай повторение месяц назад 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 а мы там что-то про дискомфорт же говорили почему терпеть дискомфорт глазом не почему а когда это и ты ситуация тоже определенным это понимаешь у меня уже а пока я с тобой сейчас разговаривал у меня уже набралось определенных на этих куда мы можем пойти к каким событиям есть очень перспективные направлений так скажем вот это терпела дискомфорт это номер один перспективный направлений ну и можно мне потом я потом задолбаюсь это редактировать блин хорошо тогда я буду держать одной рукой а другой простукивать все подбородок или там какая-то точка была но у меня может уже подбородок или там какой-то другой повторение месяц назад вся эта ситуация повтори месяц назад под рукой повторение месяц назад как как вот как говорится тем человеком когда он блин страшный человек все это ситуация повторения месяц назад все беру на карандаш да стакан может положить но какая интенсивность сейчас этой ситуации да нет когда ты имеешь в виду месяц назад интенсивность да я я сразу скажу ребяткам тем которые тапают я тут еще одну хитрость применяю я избегаю слов что ты чувствуешь как это ощущается какие эмоции и так далее все что связано с чувствованием но есть такая волшебная фраза а какая там интенсивность таким образом я тебя туда не погружаю и поэтому ну просто тут ну какая там какая там интенсивность какая там интенсивность очень хитрый в хорошем смысле этого слова и какая интенсивность интенсивность сейчас но там там ну пять все равно блин пять а что куда-то надо куда-то бежать надо ну типа блин кто-то на тебя кто-то на тебя давит кто-то на тебя кто-то на тебя давит кто-то тебя куда-то торопит что ли нет сам себе режиссер так понятно месяц назад повторение месяц назад на меня только кот может давить понимаешь, Паша есть такая категория людей которых дома только кот ждет ну просто так как бы это ситуация месяц назад хорошо это ситуация месяц назад это ситуация месяц назад повторение месяц назад это ситуация повторения месяц назад это ситуация повторения месяц назад это ситуация повторения месяц назад повторение месяц назад повторение месяц назад что положить Алина когда Паша потом будет психовать а когда Паша психует с ним лучше не связываться Буду держать в руке, мне так легче. Тут мне пишут, кот тоже хорошо, да. Конечно. Тем более он такой мистический. Он меня спасает. А я его. Хорошо. Повторение месяц назад. Какая там интенсивность? Говорю честно, на пять. Хорошо. Ха-ха, это точно. Это ты про Пашу в смысле, Алина, да? Что Паша, когда психует, то можешь все, что хочешь сказать. Или вообще ничего не сказать. Ну что, как тебе? Мы можем пойти в вопрос, если тебе напрашивается уже само, когда ты терпела дискомфорт? Тебе есть какая-то консенсация? Помимо того, что ты сейчас держишь телефон. Да, это мелочи по сравнению. Ну, как бы я подумала про позавчера там ситуацию, но как бы я подумала, что есть же, наверное, какой-то источник, когда это было больше всего. Нам не надо идти туда, где больше всего. Мы не ищем источник. Нам любое событие подойдет. То есть, если тебя прям тянет в источник, то есть тебя источник засасывает прямо, то мы будем упираться и не идти туда. Мы будем медленно, мы назовем источник каким-нибудь нейтральным словом, а еще этот источник положим в коробочку, а коробочку куда-нибудь в пространство. И будем простукивать вот так вот издалека, чтобы тебя этот источник не засосал. Да делай, что хочешь, Паша. Я, честно говоря, просто... Какая ситуация? Позавчера. Ну, я тебе хочу сказать, позавчера на съемках. Все? Хорошо. Хорошо. Какое в 10 минут, чтобы укладывалось событие? Как ты назовешь какое-нибудь событие на съемках позавчера, где ты терпела дискомфорт? Хорошо. Комната. Отлично. Вот это название мне нравится. Я знала, что мне это понравится, но кто бы сомневался. Комната. Есть эта комната. Событие комнаты позавчера. Хотя есть эта ситуация комнаты позавчера. Все равно люблю и принимаю себя. Глубоко и полностью. Люблю и принимаю. Да, именно коса и на камень. Кто на кого и нашел, непонятно. Жильет Крох. Я все равно люблю и принимаюсь. Я просто тут читаю, что тут написано, Паш. Нашла коса на камень. Его лучше не злить. А. Хотя есть эта комната позавчера. Хотя есть эта комната позавчера. Все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Глубоко и полностью. А какая же там интенсивность в той истории комнаты? Вот оно. Вот то, что вот так понятно. Вот классно. Опять же на пять. И я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Хотя есть эта история комнаты. Хотя есть эта история комнаты. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. комната 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 я думаю что так простукиваем и новых подписчиков то не привлечем они смотрят что раньше хоть слова были понятны сейчас вообще ничего не понятно комната переживай привлечем у меня тут одна ученица есть но очень взрослая женщина на йогу я имею ввиду и вот так я говорю так слушай короче давай она подписалась там в общем на тебя и я ее сразу запрягла на этот на поддержку рода интересно наблюдать за человеком так что там меняется у нее это те которые как это он очень просто вот очень то есть это как человек который вообще отдален каких-то там высоких материй что-то просто вот человек и вот так ты наблюдаешь ты думаешь ну как это так может быть ну знаешь ну как бы ты там в мистику не веришь наверное но герус присоединился это мистика мистичный герус присоединился нет это павел позняков мистический персонаж так что там про эту комната опять да она сегодня приехала ко мне на индивидуальную работу а я все время но я же все что происходит я же все сравниваю с павлом позняковым я себе говорю блин почему я так беру мало денег за то а вот почему я так не могу как паша и у меня постоянно диалог этот сам собой вернее монолог думаю заколебит она очень сильно изменилась очень просто ну ну то знаешь как вот если бы например моему соседу который вот пьющий с утра до вечера уже там 20 лет а наблюдая другого подошел ко мне и сказал бы алина а что ты там думаешь о там я не знаю высших мирах у простукивание то есть это было бы все равно то есть знаешь и в общем то есть она тебе что-то сказала просто меня мы по идее должны простукивать слова комната но мне очень просто вижу как человек меняется как она говорит и у нее происходит изменение в жизни ну то есть а мы начали все после после вот тренировки допустим после занятий йоги просто ну да вдруг стало идти все но как-то это может не идти с кем бы куда бы я не прошла я начинаю там что-то слово за словами начинаем простукивать так вот поэтому не знаю ты знаешь я хотела тебе как-то сказать на днях но я же с тобой разговариваю периодически там мысли мне хотелось сказать что вообще никаких нету опасений насчет того что ты говоришь что а типа так не привлечем мы людей они ничего не понимают это вообще нет это ну то есть это как-то все это энергия ну ты же сам нет нету никаких опасений поэтому так что там про эту женщину ты можешь никаких секретов больше мне не расскажешь никаких хочешь секреты какие-то звездные истории мне нужны от поддержки человеку например захотелось почему-то секса а блин шестьдесят два года она там уже давно как то есть я нанесу то есть вы вообще слова а кстати по твоей схеме у тебя ну короче у тебя много всяких схем это там говоришь это не ты все думал не знаю простукиваем с ней разные темы и вдруг ну вот как бы это одно на как-то она помолодела на очень такая стала бодрая очень такая но человек взрослый говорю что взрослая она очень стала совсем выглядеть и внешне по-другому и бодрость такая энергия она мне залеет в шесть утра давай тренировку в шесть утра я провожу с ней в шесть утра тренировку потому что у нее появилась энергия понимаешь а давно она тапает давно на что она сколько она проходит то есть как бы я тебе сейчас скажу ну зимы наверно с этой зимой да да с этой это типа ноябрь или это январь февраль или что это да я начал и начал давать в сибири зима это и ноябре но в молдове зима это январь нет она где-то где-то зимы да вот зимой где-то с января началась январь где-то так где-то так с января и просто знаю что интересно что человек никаких не делает психологических там раскладок он же не такой она вообще никакой не она просто бухгалтер человек который не она просто вот как по интуиции на вере найдет и все понимаешь потом она приход рассказ о вот на работе было то вот такие изменения вот такие изменения вот такие изменения это можно очень долго рассказать про результат этого человека вот поэтому а мне все время-то идет в голову вот эта мысль информация что паша нечего вообще не за что переживать абсолютно это даже если не знаю там два-три месяца подряд просто так я говорю грубо грубо вообще никто не придет новый это абсолютно ни о чем не говорит а значит придет еще там десять тысяч других других то есть я вот не знаю на всех людей поэтому но нечего павлу познякову да уже большая тусовонька а так что там слово комната давай вернемся к нашей комнате здесь комната ну комната короче есть давай обратно за фокусируемся есть ситуация комната хотя есть эта ситуация комната я все равно люблю принимаю себя глубокой полностью я все равно люблю принимая себя глубоко и полностью паша знаешь что мне сейчас пришло в голову можно рассказать а я же не знаю что это вдруг нельзя а ты уже сказала мне пришло вдруг сейчас в голову что меня используют люди вот и не знаю конкретно меня используют люди вот смотри опять я хочу прокомментировать то что сейчас происходит у нас есть некое что-то сигналит в теле да есть так называемые поверхности стола разные Ну, ты знаешь, уже кучу раз, наверное, слышала про эти поверхности стола. Конечно. Есть поверхность стола, которая называется «Меня используют люди». Есть поверхность стола, которая называется «Я терплю дискомфорт». «Терпеть дискомфорт». Еще у нас есть история, типа «Я хожу по докторам и лечу вот такую болезнь». То есть это тоже определенная связка событий. Есть еще какая-то поверхность стола. Вот любую из этих поверхностей стола, которую ты озвучиваешь, выбрать. И у любой из этих поверхностей стола начинай отпиливать ножки. Ну, то есть брать конкретные события и проступить. Это все ведет к тому, чтобы интенсивность твоего основного сигнала, под названием болит поясница, чтобы интенсивность постепенно спадала. Я сейчас общую схему обрисовываю, как делать работу с физической болью. Вот ты мне сейчас осознал, сказала, что вот меня используют. Насколько это правда? Я измеряю сейчас поверхность стола. Насколько правда, что тебя используют люди? Можешь сказать, меня используют люди. И слышать, это правда там настолько-то. Ну, типа, знаешь, как будто бы я нужна только тогда, когда я нужна. Когда я что-то вот хорошее делаю. А если я вот просто так существую, то... То есть я должна что-то делать хорошее, понимаешь? Да, вот... Сейчас твоя мысль пошла еще куда-то, понеслась, так сказать. Поток пошел. А вот просто скажи, меня используют люди. Меня используют люди. Насколько это правда? Ну, у меня идет 5-2. 5-2. На 5. Вот дальше я просто... Опять же, я все выкладываю в качестве как бы обучения, да? Вот ты начала говорить. Меня используют люди. Я нужна, когда я нужна. А когда я просто так, то я не нужна. А то-то-то. Апа-па-па. А вот такое убеждение, такое решение, такое убеждение. А вот такая мысль. А вот это, мне кажется, похоже на вот это. А вот у нас вон то. То есть ты начинаешь что-то тут накидывать. И я потом подытоживаю. Из вот всего, что ты перечислила из этих всех поверхностей стола. Что для тебя больше всего для тебя резонит? Что тебе больше всего для тебя ощущается? Как вот-вот. Типа, когда я не полезна, я не нужна. Например, да? И ты такая, вот это. Значит, вот именно вот эту поверхность стола лучше взять. И там тоже отпиливать ножку. Я поняла, Паша. Понятно и тебе, и всем, кто смотрит. То есть я бы даже сказала, что наиболее актуально, наверное, сейчас для меня. Больше всего меня жаба душит из-за этого. Ну давай вернемся все-таки к пояснице. Жаба тебя душит, да. А мы... А это все про поясницу. И на самом деле нам не надо... Это одна из ножек. Смотри, у нас есть много поверхностей стола, и у них есть много ножек. Мы никогда не будем трогать все ножки. Мы никогда не будем трогать все поверхности стола. Мы что-то возьмем. А все остальное само развалится. Поэтому можно взять хоть твое полтора дня назад событие, если оно для тебя... Твое внимание на него идет. Да. Какая там интенсивность? Вот, кстати, она тоже с использованием тоже связана. Интенсивность, ну, про... Сейчас прямо 8-10. Раскапсулировалось. И нужно продолжать простукивать это же слово, пока сначала интенсивность вверх, потом интенсивность будет вниз. Сколько не нужно простучать, мы простукиваем. А это то же самое, это та же самая, тоже те же самые... Да, эта ситуация, это относится к ситуации, я бы сказала, ну, комната. Относится к ситуации комнаты. Это не та же самая, это другая какая-то. Нет, это та же ситуация, но она как бы сейчас у меня просто ярко всплыла еще больше. Это все в тот же день было, в тот же вечер, скажем так, вечер съемок. Вот. Ну, хорошо, давай ту ситуацию, которая у тебя там всплыла, давай назовем ее другим словом. Блин, если я нейтральным, если я скажу использование, ты скажешь, иди нафиг. Сейчас. Нейтральным словом. Вечер. Вечер, хотя есть эта ситуация вечер. Хотя есть эта ситуация вечер. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Есть эта ситуация вечер. Хотя есть эта ситуация вечер. Я все равно люблю и ценю себя глубоко и полностью. Я все равно глубоко и... Я все равно ценю себя глубоко и полностью. У тебя есть эта ситуация вечер? хотя есть эта ситуация если бы я себя ценила не довела до этого все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью принимаю себя глубоко и полностью вечер 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 я сама себя не могу простить за то что я опять это сделал вечер 5 себя опять выложилась дурочка какая-то хорошо давай такое ощущение что у тебя сейчас идет очень сильное какое-то то ли осуждение то ли что то еще как ты назовешь это чувство которое ты испытываешь насчет этого вечера сейчас ну да осуждение недовольство да и говори свои слова потому что использовать твои слова я хочу сказать ну прямо так стоит это слово так остро остро стоит это слово недовольство это даже как-то мягко недовольство дальше поменяем есть это недовольство насчет ситуации вечер хотя есть это недовольство насчет ситуации вечер насколько интенсивное недовольство а ты сейчас уже к чувствам перешел да да но смотри я даже мы простой коем твои чувства сейчас насчет этой ситуации мы туда так и не лезем в эту ситуацию внутри этой ситуации могут быть свои какие-то ощущения сейчас ну ты была выражать это недовольство тем что вот да как же там да да я же не довела бы я бы ценил я бы себя ценила это же ты сейчас выражаешь свой поток в настоящем моменте насчет ситуации да я поняла но может какой-то да хотя есть это если ты недовольство насчет ситуации вечер насколько интенсивная уже и злость появилась на восемь-десять уже я все равно люблю и принимаю себя глубокой полностью тем есть это злость или недовольство или что на первый план какое чувство ты можешь выразить не 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 словами эмоция термин ему типа там грусть злость печаль страх а я бубила бы например тоже хотя у меня есть чувство я бубила бы я понимаю себя так кто же может то я блин сказала бы им козлы хотя у меня есть это чувство козлы козлы как по-другому ну просто козлы хорошо вот это чувство козлы козлы хотя у меня есть это чувство козлы на сколько интенсивно на восемь восемь десять а где в теле в пояснице я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью блин я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью сейчас скажет сама ж козла хотя у меня есть это чувство козлы в пояснице хотя у меня есть это чувство козлы в пояснице насчет ситуации вечер насчет ситуации вечер я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью блин паша ну какой же ты все таки умный какой ты хитрый умный по макушечке козлы в пояснице козлы все равно выведет так чтобы вот козлы в пояснице чтобы было ему тоже хорошо сначала брови козлы в пояснице Козлы в пояснице, козлы, просто козлы, бескультурщина, бескультурщина, козлы и бескультурщина в пояснице. Козлы в пояснице. Козлы в пояснице. Козлы в пояснице, бескультурщина в пояснице. Козлы в пояснице Бескультурщина Матерщинники Козлы Бескультурщина в пояснице В пояснице Козлы Бескультурщина Под рукой Козлы Бескультурщина в пояснице Бескультурщина Бескультурщина в пояснице. Ой, блин. Больно? Давай дальше. Бескультурщина. Насколько интенсивное это чувство от 0 до 10? На 8? Каким словом лучше описывается это ощущение? Поражается. Ошарашение. Хорошо. Ошарашение. Ошарашение. Хотя у меня есть это ошарашение. Хотя у меня есть это ошарашение. Насчёт события вечер. Насчёт ситуации вечер. А где все ли ошарашения? В почках. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. У меня есть это ошарашение. Хотя у меня есть это ошарашение в почках. Насчет ситуации вечер. Насчет ситуации вечер. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. А ошарашивание на сколько интенсивное? На 8. Тем не менее, это ошарашивание на 8 в почках насчет ситуации вечер. Хотя у меня есть это ошарашивание на 8 в почках насчет ситуации вечер. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Глубоко и полностью люблю, ценю, прощаю и принимаю себя глубоко и полностью. Все это ошарашивание. Все это ошарашение в почках, в пояснице, в груди. Все это ошарашение в пояснице, в правом боку. Все это ошарашение. Продолжай, мне тоже надо подзарядить. Ошарашение в пояснице, в почках, в груди, в пояснице, внизу поясница, внизу спины. Все это ошарашение в почках, в пояснице, внизу груди. Под рукой. Все это ошарашение. Все это ошарашение. Насколько интенсивное ошарашение насчет ситуации вечер? На пять. Ошарашение. Ошарашение? Да, ошарашение, вот там где-то я описывала, в груди, в пояснице, в почках. В груди, в пояснице, в почках. Ошарашение. Все это ошарашение. Паша Да А что Вот, блин, называется Человек спрашивает через 3 года после простукивания Ну так бывает Чем больше знаешь, вдруг приходишь в один момент Что ты нифига не знаешь И все это Психологиологически Все разрушается Вот ты же говорил про Ситуацию позавчера Мы говорим Так Про отпиливание ножек стола А если, например, это связано Ну я сейчас просто Не помню, я предполагаю С тем, что началось это 20 лет назад Это не важно Это не имеет значения Ты понял, что я имею ввиду? Я понимаю, да Ответ такой Не обязательно идти К какому-то даже главному событию Не обязательно И в любом случае О чем я тебе Вот, что будет итогом Результатом Я спрошу Ну и как твое ощущение в почках сейчас? И если мы пришли в ноль Ну, мы пришли к результату Понимаешь? Мы можем копаться Еще что-то искать Но к результату-то мы пришли Ну, может, мы еще не пришли к нему И, может, мы и не придем сегодня Да, я не знаю, что там Сколько там у тебя Но совсем не обязательно Может быть такое Что мы пришли к ноль А, допустим, я встала завтра Опять болит поясница Такое тоже может быть И снова мы спрашиваем А как ты ощущаешь? А на что похожа твоя боль сегодня? И ты обнаружишь, знаешь, в итоге Очередные поверхности стола И ты снова простукиваешь Потому что твое тело На что похожа боль? А, ну вот как то, да? На что она похожа? То есть у нас есть как бы от обобщения То есть как от обобщения Нам надо перейти к ножкам Но мы будем туда медленно переходить Я могу задать вопрос На что похоже? Я могу спросить А когда это началось? А потом ты скажешь Это началось там три года назад Я спрошу А что происходило три года назад? И вот ты уже начинаешь Какие-то события, возможно, связанные Мне сама говорить Я могу вообще сказать А как ты считаешь сама? С чем это связано? И ты можешь мне там Начитавших этих книжек по психосоматике Либо просто на интуиции Тоже что-то предположить С чего мы начнем Путей может быть много Но мы в любом случае Перейдем к событию И аккуратненько события будем И в итоге будем делать базовую технику Которую мы делаем сейчас Которая называется ошарашение Насчет вечера Кстати, какая интенсивность у твоего ошарашивания? Ну, сейчас где-то, знаешь, на два Я бы сказала так На два, хорошо Дженни Здравствуйте, Павел Удачно таппинга Вы лучший Спасибо Интересно Знаешь, это как теперь Тапперская привычка На любую общую фразу Докапываться до деталей Откуда ты знаешь, что я лучший? Копки к событиям Ну да По поводу любого вывода Любого утверждения Можно задать Как ты знаешь Как ты знаешь, что это правда? Да Ты теперь у нас Ты теперь все учишься И все продвигаешься И продвигаешься Помнишь в этом фильме Красная жара у Шварценеггера Какие ваши доказательства? Ну да Да Так Насчет события Ошараш Какие чувства? Насчет событий Сейчас Знаешь Разочарование Я не знаю Насколько Инстаграм Позволит нам Еще жить Вообще В принципе Ощущение в почках Какое? Какое ощущение? И насколько Интенсивно От 0 до 10? Полегче Полегче Это правда Насколько Измерь? Ну в смысле Интенсивность В ощущении Интенсивность Ощущения Сейчас в почках Ну где-то На 3-2 Было на 5 Стало 3-2 Вот мы уже Я Тестирую Тестирую Еще раз Тестирую Потом Может Вырасти Потом Может упасть Но в любом случае Мы разгружаем Эмоциональное То что Воздействует На твои почки На твою спину Хорошо Разочарованность Насколько Разочарованность Насчет событий Вечер От 0 до 10 Разочарование Ну такое Да На 8 Да И еще Обратим Внимание Я не знаю Говорил я об этом Раньше Еще один секретик Растекречу Я сначала Спрашиваю Интенсивность Чувства И только после того Как я получил От тебя ответ Про интенсивность Чувства Только после Этого Я говорю Про тело Я не Если Если я Как-то мы так Зайдем Эмоция Потом в теле То после этого Я постараюсь Немножечко Поболтать Стра-та-та И потом И не спрашивай Про интенсивность Потому что Нужно спросить Про интенсивность Именно эмоций Чтобы твое внимание Не Ну то есть Когда ты уже на тело Когда я тебя уже Про тело спросил Все Ты уже про тело думаешь А мне надо именно Про эмоции Хорошо Паша Ты уже до такой степени Ты уже до такой степени Добрался до такого Мастерства Совершенства Что я сейчас смотрю Вот я слышу Все что ты говоришь Я ничего не понимаю То что ты говоришь Ладно все Забыли Это для тех Кто смотрит И учится Вот А как чувствует Конец проработки Я же учусь Фишка в том Что я тоже учусь По твоему видео Я постоянно учусь Я каждый день учусь Но Ты уже куда-то ушел Ты уже Ты уже прямо То есть Или просто сейчас у меня Такое состояние На краю Что я Вот у меня Ну Все правильно Все хорошо Разочарованность Насчет ситуации Вечер На 8 Разочарованность И У меня сейчас Разочарованность Насчет этой ситуации Вечер Да На 8 Я даже уже Паша Слово Грусть Грусть Хорошо Грусть Грусть Выходит Да Грусть Хорошо Грусть Это же Эмоция Паша Но это же Эмоция Это эмоция Грусть Это эмоция Насколько интенсивно Можно сказать Грусть По поводу Этой ситуации Вечер Конечно Я все равно Люблю И принимаю себя Я испытываю эту грусть Насколько интенсивно На 8 А где в теле В почках Я все равно Тянущаяся, 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 датянущаяся грусть в почках, да. Вся эта тянущаяся грусть в почках. Тянущая, как будто бы вниз, тянет, тянущая вниз грусть в почках, в пояснице. Ты пока проступя, я тут почитаю комментарий. Читай. Я тоже эту фишку не очень поняла, пишет Алина. Смысл в том, что ты задаешь вопрос эмоция, потом ты спрашиваешь, насколько интенсивно, и только потом в теле. То есть ты не можешь спросить, я, по-моему, это уже говорил. Ты же говоришь, нам с погони за боли. Ты же говоришь, что сначала спрашиваем, где болит. Ты же говорил, или... Так, не перебивай. В смысле, ты простукивай там свою грусть, а я пока скажу. Вот у нас есть эмоция, где в теле, и ты можешь эмоцию, чтобы измерить эмоцию, а не ощущение в теле, ты спрашиваешь эмоции от нуля до десяти, и только потом в теле. А если ты вот спросишь эмоции, где в теле, потом ты спрашиваешь, а измерь, пожалуйста, человек начнет, может начать не врубаться. Ты про тело говоришь, или про вот это чувство. Короче, мы всегда спрашиваем эмоции, измерь, где в теле, а не эмоция, где в теле, измерь. То есть я всегда стараюсь сделать вот так. Ну, это не то, что я стараюсь, так надо, так правильно делать. А как чувствуется конец проработки? Если всю жизнь от мамы стыд был, а прямо сейчас нет, не хочу с ней контактить, без эмоций для себя не хочу. Это конец. Какой еще нет никакого конца проработки? В чем вообще? Мы поэтому и определяемся, куда мы движемся, что для тебя было бы суперценным, интересным, что-то, что можно сделать с помощью таппинга лучше в твоей жизни. Можешь просто расслабиться и наслаждаться той жизнью, которая есть сейчас, и не прорабатываться, если хочешь. Вот. А по поводу матери, представь, что мать у тебя позади, и насколько тебя к ней разворачивает. нормальная, здоровая ситуация, когда она звездит, она счастливая, тебя толкает вперед, и ты вперед идешь, и тоже у тебя жизнь тоже счастливая, еще более счастливая, развитая. И проблемы с матерью, это то, что какие-то негативные эмоции между вами, что-то тебя разворачивает. Там могли быть какие-то факты, но если эти факты насчет этих нету какого-то эмоционального такого заряда, то есть ты развернулась и двигаешься вперед, то это и можно назвать концом проработки твоих отношений с матерью, про которые ты здесь говоришь. А как себя правильно вести с мамой, это... А у тебя что, интуиции нету? Ты не слышишь себя, как тебе вести себя с человеком? Таппинг приведет как раз к интуиции, к четкому знанию, к уверенности в себе, к пониманию, как я хочу себя проявлять в частности его. Танна, привет. Так, что там с грустью? Вся эта грусть по поводу ситуации вечер в почках. Насколько интенсивная грусть? А вот, вот, насколько интенсивная грусть? На восемь. Вся эта грусть в почках. Смотрите, какая история у нас получилась. Была на восемь, осталась на восемь. Какие причины могут быть, что осталось? Паш, я... Фильском общая. Или, скорее, ты уже думаешь про такую ситуацию просто? Или уже она не в почках? Или ты думаешь, или тебе надо водички попить? Еще больше. Такая вещь. Нет, пить не хочу. А пришло просто слово брошенность. Брошенность. Потому что именно в связи с той ситуацией, потому что, ну, позавчера, которая была, то есть... вся эта грусть, брошенность по поводу ситуации. Ты в эту ситуацию уже провалилась? Или ты сейчас чувствуешь на счет этой ситуации? Ага. я ту ситуацию вспомнила, позавчера. Как бы там я почувствовала себя такой брошенной. Брошенной. Вся эта грусть по поводу ситуации и вечера. Насчет чего именно ты почувствовала себя брошенной в той ситуации? Ну, но это было конкретное действие, то есть как бы там... Все, не говори его. Если это конкретное действие, мне достаточно. Нет, ну там, как, не знаю, как сказать. Это огромное здание, я осталась в темноте, просто вырубили свет, и мне стало страшно. Я не знала, как мне выйти оттуда из этого здания. Заблудилась, потом я все-таки вышла. Ну, как? Насчет грусти, брошенности, насчет чего именно? Насчет ситуации вечер. Насчет того, что вырубили свет или что именно? Ну, да, ну, как будто все, знаешь, исчезли, то есть съемка закончилась, выключили свет, и я такая одна стою и думала, куда идти вообще, то есть... То есть только 106 часов подряд там такая была интенсивная работа, то есть там вообще роль не на моем родном языке. Это было все такое, то есть мне казалось, что вот, блин, знаешь, ну вот, и тут такое раз, все, и... Хотя насчет того, что они выключили свет. Хотя насчет того, что они выключили свет... Вот это чувство, которое вот это вот было, вот это вот. Чувство такое, знаешь, вот опять всплывается слово ошарашение, то есть, блин, а как так можно? Ошарашение. Хорошо. Чувство, как можно ошарашение? Поступать. странно. Страх? Ошарашение? Как так можно? Ошарашение, да, ошарашение. Я все равно люблю и принимаю себя, глубоко и полностью. Я все равно глубоко и полностью люблю, ценю и принимаю себя. Хотя насчет того, что они выключили свет? Хотя насчет того, что они выключили свет, вот... непонимание, шок вообще. Угу. Шок. Насколько интенсивный шок? Вот сейчас я чувствую по поводу того, да? Ну, такое ощущение, что ты уже туда провалилась, и тогда я уже с тобой разговариваю просто про детальки, но при этом я предположил, что ничего угрожающего твоей жизни там не случилось, но при этом все равно очень такая жесткая ситуация получилась. Для меня... Для жизни? Да, для тебя. Возможно, она тебе... Возможно, это отголосок чего-то другого, более серьезного, о чем ты даже не вспоминаешь, и мы... Я даже тебя и не спрашиваю, пожалуйста, и не вспоминай, потому что нам надо как-то завершить эту сессию. Вот. Но для тебя именно это может быть отголоском чего-то. И эту обголосочную ситуацию, маленькую, я так подумал, ну, в принципе, мы в силах. Если сейчас Алина провалилась в эту ситуацию, ну, ладно, наверное, ничего там сильно страшного не случилось, но ее почкам точно станет легче, если мы простучим именно ее вот... Ну, хорошо, она уже там. Она уже не со мной. Она уже стоит там в этом... с выключенным светом. И какая основная эмоция? Причем такое здание, как вот в этих фильмах ужасов, там ремонт, оно огромное, многоэтажное, и я бегу по этим лестницам по темноте одна, но включила там... Это длилось очень малое время, это было очень малое время, я как бы быстро нашла дорогу, но это было... Оно было очень интенсивно, ну, то есть, ты как будто как в ловушке какой-то. Хорошо, хотя у меня есть это чувство, как будто я в ловушке. Вот, точно. Хотя у меня есть это чувство, как будто бы я в ловушке. Насколько интенсивно? На 8. 8, 10, 8. Ага. Насчет какого момента? Насчет... Насчет ситуации... Какой детальки? Выключили свет? Может быть, что-то еще? Нет дороги, как будто бы. Это вообще... Темнота нет дороги. Темнота. Я люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Темнота нет дороги. Хотя есть это чувство ловушки, что я в ловушке? Хотя есть это чувство, что как будто я в ловушке. О, да. Насколько интенсивно? Да. на 5. А где в теле? В почках. В пояснице в почках. Хорошо. Насчет... Насчет... Насчет этой темноты? От этой темноты. Ай! Почка мне говорит привет! Блин. Ну, проговори, что? Ну, хотя есть это ощущение, как будто бы я в ловушке. Это ощущение в почках. Я все равно принимаю и люблю себя. Хотя есть это ощущение, что я в ловушке. Ощущение в ловушке. Насчет темноты. Ты упускаешь события. Ты сейчас несколько раз упустила события. Темноты и ощущение, что я в ловушке. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Чувство, что я в ловушке, в почках и в пояснице. Это чувство, что я в ловушке, в почках и в пояснице. Это чувство, что я в ловушке, в почках и в пояснице. Это чувство, что я в ловушке, в почках и в пояснице. Да. Это чувство, что я в ловушке, в почках и в пояснице. Это чувство, что я в ловушке, в почках и в пояснице. Насколько интенсивное чувство, что ты в ловушке, насчет этой темноты? Сейчас на два, Паш. Это чувство, что я в ловушке. Это чувство, что я в ловушке. Уже звонят везде, блин, прикольно. Это чувство, что я в ловушке. Это чувство, что я в ловушке. Это чувство, что я в ловушке 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 Паша, мне пришла сейчас такая мысль Вот я тебе говорила про ситуацию остановка Остановка, ты сказала Мы говорим ситуацию остановка И я там должна была Ну я вспомнила эту ситуацию просто что там мне сказал энергетический ум, что нужно прощение, что это как, не знаю, это заблуждение какой-то ума. Ну, то есть это... Ладно, не хочу, ладно, не будем сейчас. Всё, продолжаем. Это чувство, что я в ловушке. А оно есть вообще? Что я в ловушке? Насчёт темноты. В той ситуации вечер. Нет. Нет. А насчёт этого темноты какое чувство, что выходит на переплан? Есть ли что-то? Страшно. Насколько интенсивный страх насчёт темноты в ситуации вечера? Темнота — это страшно. Это на восемь страшно. Хотя темнота — это страшно в ситуации вечер. Хотя темнота — это страшно в ситуации вечер. Где в теле? В почках. Я всё равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Хотя мне страшно в почках. Хотя мне страшно в почках. Насчёт этой темноты в ситуации вечер. Насчёт этой темноты в ситуации вечер. Я всё равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я всё равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Блин. Хотя мне страшно от этой темноты в ситуации вечер. Хотя мне страшно. Я вспомнила эту ситуацию, Паша, первый раз, когда это произошло в пять лет. И что мне сейчас делать с этим? Не идти туда, да? Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Ну, ты можешь положить эту ситуацию в коробочку, коробочку отправить куда-то в мире и простукивать. Хотя есть это коробочка и какие-то детальки описывать. Когда детальки меняются, ты... Это прямо с темнотой связано. Да. Похоже, что... Вот смотри, твое внимание переключилось сразу с этой ситуацией. Мы уже пошли в другую ситуацию. В таппинге со мной? В таппинге с кем-то, да? В таппинге с кем-то просто идем за тобой. То есть я бы пошел сейчас в эти пять лет. Тра-та-та. И разрешая то, куда ты пришла, та бы ситуация предыдущая про это позавчера, она бы сама развалилась. Потому что мы пошли туда, куда твое внимание пошло, вот туда и пошли. Но если ты сама работаешь, то лучше достукивать ситуацию, фиксироваться. Потому что сама тебе будет... Так вот ты будешь прыгать с одного на другое, и не будет никого рядом, кто тебя будет как бы задерживать. Если я сама с собой. Если я сама с собой, да? Если ты сама с собой, то там дополнительный самоконтроль, там усиленный самоконтроль. Это когда ты... Вот я нашел ситуацию, все, пока я эту ситуацию не разберу, я никуда не пойду. Может, что-нибудь в таком стиле. Ну да. Хорошо, давай завершать с тобой. Какая интенсивность в этой истории 5 лет? Темнота 5 лет. Ой, блин. Ну там реально... Ну да, много. 8. Какая интенсивность? Интенсивность реальна. Нет, знаешь, я вообще про это забыла, но сейчас... Ну почему-то оно уже всплыло, почему-то же оно всплыло, правильно? Да. И опять же, я тогда была одна в комнате, в абсолютно черной, да, в темноте. Давай положим эту ситуацию в коробочку. Какой... Ты же у нас зрительный человек. Тебе нравится это все представлять. Ну я не знаю, если не всем нравится техника про коробочку, поэтому мне нужно быть уверенным, что... Я уже просто вижу эту железную коробку из серого цвета металлическую, я уже ее вижу. Хотя есть эта серая коробка металлическая. Хотя есть эта серая металлическая коробка, как куб, квадрат-куб. А где она в мире, во Вселенной? Куда бы ты в мире, на планете? Она от меня справа. Она от меня справа. Не так уж далеко от меня, но в расстоянии в одном метре от меня. В одном метре от меня я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Если это серая коробка в одном метре от меня... Хотя если это серая металлическая, как куб, коробка в одном метре от меня, с такими еще углами металлическими, закругленными, я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Если это коробка в метре справа от меня с закругленными углами. Хотя есть эта металлическая коробка в метре от меня серого цвета с закругленными углами. Я все равно люблю и принимаю себя. Рубакой полностью так. Ну что ж, это коробка. Это металлическая коробка. Это металлическая коробка серого цвета в метре от меня справа. Да, это металлическая серая коробка в метре от меня справа. Это металлическая серая коробка в метре от меня справа. Это металлическая серая коробка в метре от меня справа. Она такая вытягивается, становится как будто бы приплюснутая и вытягивается. Такая становится узкая. Она была квадратная, теперь она узкая. Это серая коробка металлическая в метре от меня с приплюснутыми боками, вытянутая. Серая коробка. Да, пока что-то у неё меняется, происходит, имеет смысл простукивать. Там идёт развязка, проработка, тра-та-та, тра-ля-ля. То есть, что бы там ни менялось в этой коробке. Слушай, она уже, как тебе сказать, она, ну да, ну ладно, она как бы совсем приплюснулась. Она превратилась в пластинку, в серую, просто в пластинку из металла. И теперь, если мы завершаем сессию, то я бы, может, попросил... Ну, то есть, такая техника, да, когда подходим к концу сессии, а у человека, например, интенсивность высокая, то надо просто это поместить в коробку и до следующего раза типа contain, то есть убрать, да. Да, но, может быть, мне кажется, что если достать оттуда эту историю, это моё предположение, там, скорее всего, интенсивность уже не такая высокая, может быть. То есть, если бы я, например, думал, что там что-то интенсивное, мы бы, типа, остановились на этом и всё. А мне кажется, что, наверное, даже можно и достать. Давай достань. Ну что, и какая интенсивность у этой истории «Темнота 5 лет»? Ну, сейчас на 5. Ну, давай просто простучим. Хотя есть эта история «Темнота 5 лет»? Хотя есть эта история «Темнота 5 лет»? Я всё равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Я всё равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Хотя есть эта история «Темнота 5 лет»? Хотя есть эта история «Темнота 5 лет»? Но я все равно люблю и ценю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и ценю себя глубоко и полностью. Хотя есть эта история темнота пять лет. Хотя есть эта история темнота пять лет. Я все равно люблю и ценю себя глубоко и полностью. Я все равно люблю и ценю себя глубоко и полностью. Темнота пять лет. Это темнота пять лет. Темнота пять лет. Это темнота пять лет. Темнота пять лет. Это темнота пять лет. Макушечка, темнота пять лет. Это темнота пять лет. Чего, Броли, темнота пять лет? Темнота пять лет. Какая интенсивность в истории темнота пять лет? Вот знаешь, я сейчас подумала, а как вообще может произойти, что ты не будешь там бояться? Как этого вообще можно не бояться? Вот я подумала, ну как так может быть? Какая интенсивность? Но при этом я говорю на два. Может быть это, может это есть какая-то общая какая-то штучка, штука называется, как этого можно не бояться. И есть конкретная история. Вот эта конкретная история разрешилась? Нет, я вижу, я просто сейчас очень четко вижу, что происходило в той комнате. Как же можно этого не бояться? Ну, тем более такому ребенку маленькому, который... Это взрослый бы испугался, если бы такое увидел. Как же можно этого не бояться? Как же это отпустить? Как же можно этой ситуации не бояться? Это вы испугался бы и взрослый, и испугался сто процентов. Как же это... Что же делать, Паша, дальше? Интенсивность у истории темнота пять лет какая? Пять, я бы сейчас сказала. Опять пять. Хорошо. Давай обратно положим в коробку. Опять в коробку. Это может быть другая коробка. Это что-то другое, может быть. Или контейнер, или еще что-то. Ну, такая овальная пластмассовая коробка. Хорошо, есть эта овальная пластмассовая коробка. Блин, просто хочется... Эту коробку выкинуть нафиг. Нафиг. Ну, хорошо. Хотя есть эта коробка, которую хочется выкинуть нафиг. Хотя есть эта коробка овальная пластмассовая, которую хочется выкинуть нафиг. Вообще нафиг не нужно мне. как бы ты ее выкинула исполни это движение медленнее чем оно да я это делала это новая фишка медленно медленно замедленная съемка называется ты хочешь чтобы я это сделал и отчасти ну да инстаграм нас пока не ограничивает по времени я очень удивляюсь конечно но пока нормально все идет и все логике и психологии есть вещи которые за гранью этого да 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 почему же это надо делать медленно почему медленно потому что блоки ты хочешь швырнуть ее ты говоришь медленно тебе хочется швырнуть а мы делаем это медленно именно так разряжается этот импульс внутренний телесный и ты возвращаешься в тело а если ты будешь его исполнять с той скоростью с которой обычно швыряют то ты тысячу раз будешь швырять и все равно будет хотеться швырять у меня аж не имеет вся правая половина тела от того что я это делаю медленно это блоки выходит ну откуда ты это взял откуда у Крейга Вейнера взял ну короче это вот те чуваки Алина Франк и Крейг Вейнер это эти чуваки это эти чуваки то есть в таппинге ты можешь осознать не только какое решение я в тот момент приняла что-то там убеждение какое у тебя там но еще что я хотел сделать но не сделал ты вот это сделал ты это недавно делал с одной девочкой в эфире да так ну и как у тебя ну что как там твое желание выкинуть мне прямо так жарко стало мне эта рука вся немела правая которая которая я это делала жарко стало так тепло можно сибирский свитер снимать я называю сибирский свитер это нормально Павел сидит в Сибири в маечке а кто-то сидит в Молдове в свитере толстом все поменялось в этой жизни как там твои почки кстати прикольно знаешь вот именно сейчас когда вот это было движение знаешь как будто знаешь как будто там вот так вот делается вот так вот такое расслабление знаешь такое вот такое знаешь как такое ощущение такое знаешь расслабление такое расслабление там в пояснице и в почках такое расслабление расслабление ну давай по ребру ладони завершим хотя может еще хотя может еще что-то и осталось хотя может что-то еще и осталось по этой теме может да но в почках произошло расслабление в почках но в почках произошло расслабление хотя может что-то еще всегда есть что проработать хотя есть еще всегда есть что проработать даже если это тебя задалбливает ты можешь два месяца вообще плевать на любое olesк 물론 хотя может еще остался материал хотя может еще остался материал произошло расслабление произошло расслабление если тот материал который остался пускай он мягко и безболезненно сам по себе пускай этот материал если еще остался какой-то материал пускай он мягко и безболезненно сам по себе растворится и исчезнет да на мое благо благо Павла Познякова и всей Вселенной Аминь Аминь, сестра да Аминь, сестра что-то у нас было это то, что мы сейчас делаем называется техника отползаем и в этот месть, в этой технике в конце, которую мы делаем в конце сессии очень круто вставлять те озарения которые сам человек говорил в процессе сессии я услышал там, что мне нужно больше себя оценить или что-то такое может быть как-то лучше переформулировать какие-то открытия озарения классные выводы которые ты сделала осознал инсайты вот это самые классные ресурсные фразы которые в сникинг ауэй в конце вот в этой технике вот сейчас лучше проговорить я вот прямо сейчас мне идет, Паша что нету смысла себя ругать за ну типа обесценивание себя потому что все происходит правильно в правильный момент и даже то что когда ты думаешь что вот ну как бы ты себя чувствуешь какой-то там приниженной недооцененной это нет это не так это еще то есть можно все перевернуть это это можно все перевернуть то есть это не так это заблуждение ума вот это заблуждение ума это уже тот раз приходит это заблуждение это как сбой в программе это ну вот такое мне идет а даже если это и так давай еще по пальчикам да это не имеет никакого значения потому что на самом деле с каждым днем с каждой секундой с каждым мигом я все равно улучшаю свою жизнь и иду к радости и радуюсь и иду еще к большей радости к настоящей которая не зависит ни от чего снаружи и мы кладем руки на грудь да обнимаем себя на онохатный центр и давай еще раз спросим от нуля до десяти там ты говорил про какую-то поясницу ощущение измерь ну сейчас такое знаешь мне хочется сказать ноль два ноль два мне такое хочется как бы ноль то есть ну как у меня просто идет слово вот расслабление и все расслабление 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 Ну, мне кажется, что у нас сегодня получился суперчудесный эфир. Алина снова у нас сыграла бесподобно просто. Вышла на сцену, так сказать. Да, бесподобный, хитрый и умный. Возможно. Ну, все, может сейчас комментарии... Даже Инстаграм даже Инстаграм не вырубается. Раньше же было только час. Ну, он тот час вырубается, но потом почему-то снимает ограничения. Потом опять ставит. А сегодня нет ограничений. Да. Ну, что? Спасибо большое тебе, Алина. Спасибо. Спасибо огромное. Я тебя... Даже, блин, не сказал же, не можешь обнимать. Потому что... Так. Я тебя очень благодарю. И... Ну, все равно обнимаю. Хорошо. Я тебя тоже обнимаю. Спасибо. Так, потом проснешься... Алина пишет. Потом проснешься, а Инст тебя забанит. Сколько уже идет эфир? Давно? Больше часа точно, мне кажется. Больше часа, Паша, да? Больше часа. Ну, ты там пашешь над своим все курсом? Конечно, пашу я его... Я так чувствую день и ночь. Да. Ну, ладно. Да, все, кто хотят, все тоже там у меня на странице павелпозняков.ру слэш павел. Можете посмотреть, какие у меня есть курсы. Можно тоже со мной потапать. Пишите в личку. В общем, всем спасибо. Все свободные. Всем пока. Смотрите, тапайте. Спасибо большое. Спасибо. Да. Да.